Страна ФМ и Спортэкспресс представляют ММА, да, все правильно же? Да, да. Ну давайте начнем просто с общего вопроса, что там происходит интересного. Мы в курсе там некоторых скандалов, о них, я думаю, чуть позже тоже очень интересно всем абсолютно. Я так понимаю, что апрель – урожайный месяц. Да, апрель – очень урожайный месяц. Недавно был бой Хабиба Нурмагомедова, это наша главная звезда сейчас ММА, UFC, американский промоушен. Он дрался в Нью-Йорке в главном бою, завоевал титул впервые в истории в этом промоушене для России. И месяц заканчивается, надеюсь, что не отменится, боем нашего знаменитого Федора Емельяненко. Он дерется тоже в Америке в другом промоушене. Он, понятно, что уже завершает карьеру, может быть, предпоследний бой его. Но это интересно, и, в принципе, дальше мы поговорим про то, что может быть даже дело не только в результатах этих боев, но и в том, как это все организовано, в том, что это все сопровождается. То есть, на мой взгляд, это такой спорт будущего, который очень скоро, может быть, задвинет по рейтингам классический спорт. Слушайте, а так интересно, я вот подумала, вот мы уже где-то в течение года с вами встречаемся, с вами и с вашими коллегами, повторно, мы все время говорим хоккей, футбол, хоккей, футбол. Ну, такие основные виды спорта, да. А первый раз мы сейчас говорим только про борьбу. То есть, получается, они где-то немножко особняком стоят. Ну, да, есть какая-то своя аудитория вокруг любителей бокса, профессионального бокса, любителей смешанных единоборств, ну, борьбы тоже. Свои люди, очень много любителей этих видов спорта на Кавказе, там, где классические традиционно любят борьбу. Ну, и в целом, в Москве тоже собирают огромные стадионы люди, огромные рейтинги. В принципе, самое большое событие по гонорарам и по рейтингам спортивное за последние годы это был бой Майвейзер-Макгрегор. Это, считая хоккей, футбол и все другие виды спорта вместе взятые, это говорит о том, что это не просто мальчики подрались во дворе, а серьезный бизнес и серьезная тема. И там же вообще драматургия очень серьезная. С более чем серьезными деньгами даже. Я к тому, что там не только просто это все как-то в рамках одного экрана, там же и за экраном некие разборки происходят. Давайте мы на этот вопрос ответим чуть попозже, мы прервемся ненадолго. Я напомню, у нас плюс 7909-928-189, это наш WhatsApp и Viber. Если есть вопросы по смешанным боевым искусствам, задавайте их, пожалуйста. Также их можно оставлять под постом в нашей группе ВКонтакте. Вк.ком. Да, скоро продолжим. Это телерадиоканал Страна ФМ, Стране о спорте. Здесь продолжается и до того, как мы ушли на перерыв. У нас был такой интересный вопрос, что и на... Хотел сказать на арене, господи, прости. В общем-то говоря, и в кадре, и за кадром кипят такие страсти. Например, вот недавний скандал с Макгрегором. Что это вообще было? Что на него нашло? Ну, это не первый раз он устраивает. В принципе, такой стиль у него... Вообще, в единоборствах есть такое понятие, как трэш-ток. Это вот как, может быть, в шоу-бизнесе тоже такое бывает. Попытка раскрутить какое-то событие с помощью какого-то скандала публичного, когда начинают бойцы перед боем друг друга скраблять. Там не такие вещи пишут, что там волосы дымом стоят. То есть оно это делается специально, чтобы привлечь внимание к бою. То есть это такой новый ход в мире спорта, да? То есть все же мы привыкли, что спорт — это такое нечто аристократическое. Справедливое. Что очень политкорректное там и всякое такое. А тут прям люди выходят и начинают там в соцсетях правду матку друг про друга. Но одно дело в соцсетях, а другое дело запустить тележкой в автобус, где люди сидели, причем не все спортсмены. Ну да, да. Но это все начиналось с того, что один из друзей, кстати, русский, Лобов, человек, который тренируется с Макгрегором в Ирландии, он оскорбил именно в соцсетях Нурмагомедова. Нурмагомедов к нему подошел в гостиницу. Они дрались в одном шоу. Он на разогреве был у Нурмагомедова. Он подошел к нему в гостиницу и сказал, что такое про меня говоришь. Я не буду слова-то в эти произносить. В эфире. Нехорошо все, все слова мне. Да, да, да. Ну вот. И, значит, дал ему пощечину. Ох. Ну и там была большая группа поддержки у Нурмагомедова. Лобов не решился ответить. После этого Макгрегор прилетел специально, услышал про этот инцидент, прилетел в Ирландию, прилетел в Нью-Йорк, где проходил бой. Собрал еще более крупную банду. Уже свою поддерживал. Уже свою, да. И пошел разбираться с Нурмагомедовым. Ну, причем, как бы, ладно бы он где-нибудь там отловил его там за рука в коридоре. А там специальная парковка, где там стояли камеры, там была полиция рядом, все такое прочее. Ну, явно, что это на публику все делается. Ну, вот, и он начал требовать, выходи, Хабиб. Подлый трус. Да, будем с тобой выяснять отношения. Хабиба на следующий день бой. Естественно, Хабиб не вышел. А там был автобус с другими бойцами. Он тогда разъярился, не знаю, или там это было инсценировано. И схватил тележку, вот, и бросил в автобус, вышиб стекло. Ну, главное, что там те люди, которые пострадали, их сразу начали показывать крупным планом. То есть, понятно, что там вот так просто это все не... Предупреждены были журналисты. Да, понятно, что ждали. Но это все серьезно закончилось. То есть, несколько бойцов снялись с боя, потому что получили расколочное ранение от стекла. Лобова сняли, дискальфицировали. Думаю, сейчас его, скорее всего, уволят. Ну, он, в принципе, не такая успешная. А он у нас числился? Ну, он имеет ирландский паспорт и российский. Слушай, такая достаточно сложная история, как мне кажется. Там еще по плане есть несколько вопросов. Мы Олегу Шманаеву их зададим буквально через несколько минут, после небольшого перерыва. Мы вернулись, друзья, на телерадиоканал «Страна.ФМ». «Стране о спорте» у нас прямо сейчас. И у нас в гостях шеф отдела спорта из Дайского дома «Спортэкспресс» Олег Шманаев. Олег, доброе утро. Доброе утро, да. Доброе утро, да. Олег, мы недавно совсем говорили о драке, да, вот МакГрегор, который напал там, да, с ним непонятно с чем, там по разным версиям есть, с корзинкой из магазина, да, вот это все. Все он и взял. На автомобиле, где находился Хабиб, я хотел вот о чем спросить. А вообще же это вид спорта, у которого нет, скажем так, невнимания? Ну, я в том смысле, что и так хватает шумихи вокруг этого вида спорта. Он всегда на виду, он ярок и он всегда заметен, как его представители, как и сами спортсмены, необходим ли вот такой мощный пиар, если вообще пиар на 100%, может быть, все-таки я клоню к чему, сейчас я как-то заговорился очень сильно, я клоню к тому, может быть, люди в этом виде спорта сами по себе настолько не сдержанные, что в принципе понятно, иначе как бы они, да, были такими спорта, может быть, это все-таки само по себе идет? Ну, там люди самые разные есть, вот есть, например, Александр Волков, боец, который тоже недавно бился и приходил к нам в редакцию, человек закончил Бауманку, очень интеллигентный, совершенно адекватный, то есть, ну да, там ему сложно периодически участвовать в трэш-токе, там и в драках, на раскрутке, но я-то скажу так, что пиара много не бывает, то есть, помимо того, что зрители покупают билеты, даже если есть траншлаг, они продают трансляции, и чем больше людей купят эти трансляции, тем выше у них доход на это бизнес, и в принципе, ну точно так же, как и шоу-бизнес здесь, просто другая совершенно модель, да. Да, я просто вспомнила, что когда борьба соединяется с шоу-бизнесом, получается, вот в 90-е, помните, рестлинг крутили, и там еще дикторы такие были интересные, как они это все описывали, да я тебя, иди сюда, ну вот не получится, чтобы превратиться в такая серьезная борьба, где серьезные мужчины в какой-то цирк с яркими костюмами и так далее и тому подобное. Ну здесь сделана другая немножко ставка, но вот я хочу сказать, что UFC, вот этот промоушен американский, там Дан Уайт возглавляет его, это человек, который вышел именно из рестлинга, то есть он в прошлом занимался постановками вот этих боев. Ну вот вам, пожалуй, шоу-бизнес, вы просто махроны практически, да. Да, да, ну поэтому используют эти все методы, но здесь сделана ставка именно на то, что вот то, что происходит в ринге, в октагоне, это все по-настоящему, то есть там бывают сенсации, там какие-то там неожиданности, то есть все, за что мы любим спорт. Ну самое главное, я говорю, чтобы они из рестлинга костюмы не подчеркнули, не подчеркнули, потому что костюмы там были, конечно. Вот костюмы не трогать цвету, это было, во-первых, это красиво. Вот они и вкусно. У нас, Нэв, небольшой перерыв, друзья, сейчас. Я хотел задать еще вопрос по поводу замечательного владения русским языком Нурмагомедовым, да, он же как-то прям вот... Английским. Английским, естественно, об этом давайте поговорим через несколько минут. Страна ФМ и Спортэкспресс представляют. В стране о спорте. Лайф. Ну что, продолжаем разговор. У Влада Кутузова созрел интереснейший вопрос. Да, я напомню, Олег Шаманаев у нас в гостях. Олег, вот услышите меня, называлась песня Валерия Меладзе, вот как раз вот к тому, о чем я вас хотел спросить. Ведь Хабиб Нурмагомедов очень много пишет и в фейсбуке, ну, в соцсетях, да, скажем так. И он пишет на хорошем английском языке, насколько я понимаю. И мы же говорили, он пишет то, что и произнести мы, в общем-то, не можем в адрес своих соперников, да. Все, мне интересно, это пишут за него, потому что обычный, даже хорошо и устойчиво знающий английский язык человек даже вот так может и не написать. Игра слов, да, там мы даже... Или он настолько хорошо, вот, как и Рыбов Вадим. Да, он очень хорошо говорит по-английски, дает пресс-конференции без переводчика и на ринге, в октагоне общается с публикой. Он тренируется в Америке достаточно часто и сумел выучить. Вот у нас Юрий Галышак недавно был в Махачкале, беседовал с папой Хабиба и с учителями. И учителя там удивляются, что вот он вроде как в школе не проявлял каких-то больших способностей к языкам, а вот сейчас вот вдруг резко прогрессировал. Ну вот, жизнь заставила и... Ну я не могу сказать, не могу сказать, что однозначно, что может быть, ему, конечно, кто-то помогает в соцсетях, но там такие слова, что вот я вот многих не знаю. Ну и хорошо, что мы это не читаем вообще. Слушайте, ну все равно мне кажется, что наверняка есть... Да не наверняка, определенные есть определенные службы, определенные люди, которые говорят, да, Хабиб, надо написать. Вот это потому, что скоро такой бой и так далее, и прочее. Это пиар, и да, вот вся эта театрализованность, от которой никуда не деться в любом случае. Ну я хочу сказать, что их еще и стимулирует. То есть там за медиа-активность есть большие премии, и в принципе это один из немногих видов спорта, где прямо принуждают не только регламентами, но и рублем или там длинным долларом спортсменов быть любезными журналистами и продвигать через СМИ свой вид спорта. В принципе, в этом, мне кажется, и большой плюс единоборств по сравнению с другими видами спорта и преимущества их в плане развития. А вот вы когда пришли в первом выходе, сказали, что вы считаете, что за этим видом спорта вообще все будущее, что совсем скоро все перестанут смотреть хоккей, футбол, и будут смотреть только ММА. И говорите, вау. Почему? Почему такая уверенность? У него какое-то вот сейчас за последнее время развитие идет колоссальное? Да, очень большое развитие. И, в принципе, видно, что люди готовы меняться и не провозглашают каких-то невообразимых идеалов. Все знают, что классический спорт, он немножко застрял на стыке 20-го и 19-го века, когда там были аристократы там и прочее. То есть и до сих пор пытаются держаться за какие-то вещи, которые, может быть, уже и не надо держаться. А единоборство именно поставлено во главу угла раскрутка, зарабатывание денег, интересы болельщика. И в этом большое преимущество. То есть они ни за какие идеалы не цепляются. Может быть, это нехорошо так говорить, да? Но, с другой стороны, они очень материальные и очень жизненные. Это в этом их жизнеспособность. Ну, в каком-то плане, получается, что один из, а может быть, и самый свободный вид спорта. Они искренние, да, что деньги и зрелищ. Да, они легко могут пересмотреть правила перед боем. Перед перерывом музыкально начали обсуждать такую интересную тему. Значит, могут поменять правила, могут поменять в последний момент соперника, и это нормально. Да, они расставят интересы зрителей. Зрители купили билеты, они хотят увидеть шоу. Они искали соперников, трижды поменяли соперников для Хабиба в течение недели. Там один был травмирован, другой там не мог, третий не мог вписаться в весовую категорию никак. И там доходило до смешного, когда взвешивали соперника настолько, там буквально несколько грамм там ему не хватало, и взвешивали его без трусов. То есть вышел он на взвешивание. Чтобы он влез в весовую категорию, да? Да, снял белье, и там порстынку такую загородили, и он, значит, вставал на весы. А там фотографируются, протоколируются? Можно еще подстригать ногти, разгревать волосы везде. Будет еще минус сколько-то там. Не знаю, даже не буду оценивать. А почему в этом виде спорта вот такая гибкость по решениям, по изменению каких-то, да, уже ранее намеченных вещей? Это все-таки вот из-за того, что билеты проданы, шоу должно стояться в любом случае, независимо ни от чего, заболел, пострадал, травмирован, в любом случае поменяем мгновенно, и будет то, что было намечено изначально, да? Ну да, я считаю, что, в принципе, это хорошо, какая-то гибкость, потому что вот в классическом спорте часто они упираются в какие-то вещи, которые, ну, не такие принципиальные, но вот мы такие вот прямо вот соблюдаем все от сих до сих, и из-за этого страдают и болельщики, страдают спортсмены, и вот там та же самая, те же самые допинговые истории, да, мы видим тоже, что там иногда просто какие-то такие вещи выплывают, которые, в принципе, ну, явно придираются, да, к людям. А здесь допингом не бывает скандалов? Вот я тоже хотел спросить, Олег, да, вот как с этим? Бывают скандалы, но не такие громкие, и не так сильно отражаются на карьерах спортсменов, то есть бывает так, что там результаты боя пересмотрят, или что там дисквалифицируют на какое-то время, но... Не отстраняют? Нет, нету таких длинных отстранений, нету такого маразма, когда там спустя там 10 лет там возьмут там и пересмотрят что-то, найдут у тебя допинг. Все-таки тут поспокойнее с этим всем, и... Хотя слово поспокойнее, и к этому виду спорта, ну, не очень подходит, как и к людям, которые в нем, собственно, участвуют. Там разные люди тебе сказали. Абсолютно согласен. Да. Так, я вот хотела задать, может быть, глупый вопрос, но вот просто быстро на него ответить. А если они такие гибкие, да, ну, там, ну, соперника поменять, пятая, двадцатая, то почему из-за этих 20 граммов они настолько принципиальны, что аж без трусов взвешивают человека? Не, ну, чисто теоретически они могли бы допустить, если бы у него не вписался на весовую категорию, но тогда у них просто записано правило, что тогда бой бы был не титульный. Ага. То есть для них было важно, что вот этот бой, это именно титул, а титул разыгрывается строго в рамках весовой категории. Валерия. Все-таки, значит, какие-то правила они соблюдают. Друзья, вновь небольшой перерыв, продолжим очень скоро «Страна.ФМ». Итак, друзья, стране о спорте на телерадиоканале «Страна.ФМ». Еще раз напоминаю, что в гостях у нас шеф отдела спорта издательского дома «Спортэкспресс» Олег Шимонаев. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Да, Олег, мы сегодня говорили много и о Нурмагомедове, и о Емельяненко, об обоих. Да, есть ли сейчас какие-то молодые имена в этом виде спорта, которые, ну, вот, что называется, сметут с лица, вот уже, не бывает 16-летних, это все-таки не гимнастика, не фигурная катания. А вот, извините, я вас перебью, поскольку отсюда вытекает еще один вопрос. Есть ли какой-то возрастной, возрастная граница, самая верхняя, вот до какого, потому что, ну, футбол там, вот, ну, сколько, да? Ну, 36 лет уже, как бы, значит, считается, что пора на пенсию потихонечку уходить, а может быть, и не потихонечку. А здесь когда? Ну, это индивидуально, ну, были случаи, когда там и 40-летние люди там выходили, там даже до 50-ти лет там некоторые титулы брали, да, то есть, в принципе, достаточно большой срок, но это индивидуально, это зависит от травмы, от каких-то еще вещей. Ну, понятно, что к 30-ти годам только рассвет, как правило, наступает, а когда они молодые, они, как правило, занимаются какими-то своими узкими единоборствами, там, классическим, классическим спортом, то есть, они не выходят еще в смешанные единоборства, то есть, я думаю, что где-то к 25-ти годам только люди там... Ну, это какие-то параллельные виды спорта, да? Там борьба, там, самбо, дзюдо, карате, может быть, да? Да, 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 боевое самбо, там... Бокс? Бокс, да, ну, как правило, тайский бокс, потому что классический бокс, это все-таки вид спорта, где тоже есть гонорары высокие... Там потом не переквалифицируешься. Да, кто талантлив, он продвигается, как правило, в классическом боксе тоже, и тоже неплохо себя чувствует и хорошо зарабатывает. Так, мы немножко с вами в сторону ушли, о фамилии-то. Мы хотим знать тех, кто придет на смену. Ну, вот, Александр Волков есть. Это московский боец. У него тоже большое будущее. В «Андеркарде» дрался Магомед Шарипов. Это боец тоже очень интересный, с интересной внешностью. Много... Фотожаб, да, как называется. Он очень похож на вот человека... Знаете, фильм «Тупой еще тупее» есть. И вот человек с волосами, с такими шпышной шевелюрой там... Да, да, да. Я не помню, как звали актера. Я тоже не помню. Он на него очень похож. И там много вот этих... Американцы очень сильно любят вот эти все фото. Напарник Джима Керри, да? Да, да, да. Вот. То есть здесь много разных молодых людей, которые продвигаются. И в будущем, я думаю, что будет много у нас звезд именно в ММА. И все поняли, что это тот вид спорта, который имеет будущее и в котором хорошо платят. Так, у нас остается буквально минутка. Давайте еще раз перечислим, какие ближайшие события стоит ждать поклонникам этого вида спорта. Да, ближайшие бои, чего вот ни в коем случае пропускать нельзя вообще никак. Бой 29 апреля Федор Емельяненко «Мир» в Америке. 5 мая брат его, Александр Емельяненко, дерется в Екатеринбурге. А с кем дерутся-то? Что, Александр Емельяненко? Ну, там он дерется, я, честно говоря, на скидку уже не помню, но там факт тот, что как бы все смотрят на Александра. Ну, естественно, да. Ну, вот. И достаточно много, достаточно насыщенный календарь. Мы все ждем повторения боя Макгрегор-Майвейзер, но уже в октагоне, то есть не по правилам бокса, а по правилам ММА. Я надеюсь, что тоже это скоро будет. Александр Емельяненко тоже скоро дерется в Челябинске. Соперник, кстати, не объявлен еще. Валерий, я думаю, что это нормальный список для тебя. Тебе хватит, чтобы получить удовольствие от этого удивительного вида спорта. Я напомню, что в гостях у нас был шеф отдела спорта издательского дома Спортэкспресс Олег Шимонаев. Огромное вам спасибо, что пришли. Спасибо, Олег, приходите еще. До встречи. До новых встреч. До свидания.